всем привет сегодня у нас на сборке двигатель g4 к е легендарный мы хотели вам сегодня показать и рассказать как с к е переделывается на к б предыстория этого двигателя и дефектовку на что посмотреть вот здесь по данному блоку была сделана гинзовка потому что имелся эллипс с завода здесь уже установлены маслопосонки так это 2 и 4 мотор машина после 15 до 15 форсунки не ставились после 15 уже заводы стоят масло форсунки для тех кто постоянно за них только ты что типа масло форсунки вставляешь проблемы исчезают задирами совсем сожалению не так почему гильзовали первое сказал эллипсность вторая причина гильзовки того что опять-таки с завода там гильз нет сделано напыление и все соответственно по мере износа начинается переклад поршня начинаются задиры вот когда вставляются чугунные нормальные гильзы проблем этой и больше нет так ну вот мы дошли до момента установки насоса масляного хочется рассказать вот этот вот насос это кае насос родное 24 здесь его значит конструкция какого есть у нас два баланс вала баланс валы стоят на вкладышах ну как коренные шатунные масса разгоняется вот этими звездами шестеренками то есть это можно назвать шестеренчатый насос у этого насоса обороты больше чем у двигателя то бишь повышенной повышенные обороты если двигатель работает 2000 оборотов здесь будет 4000 оборотов всем постоянно в нагрузке здесь внутри стоит редакционный клапан который вот как раз и зависает он он за из то есть он должен быть уперты вот вот сюда ну вот в этот шток а клапан вон там внизу всего задрала видать стружка полетела и все и давление кончилось вот задиры то что он без масла работал соответственно причина какого у нас из-за того что здесь постоянно большая нагрузка постоянно большие обороты начинает задирать вот эти вкладыши соответственно здесь на шейках идет потеря давления стружка ну а дальше клин мотора это что касается насоса к е теперь же перейдем к насосу к д насос к д он роторного типа можно вот так назвать смело в этом стоит ротор масло разгоняется вот здесь вот все там крутится тем самым разгоняет масло если мы будем замерять давление масла то на прогретом рабочем двигателе у этого насоса будет давление там где-то 0809 то у этого насоса на также на прогретом рабочем двигателе будет давление уже 11 12 что касается оборотов он работает без нагрузки то бишь если у вас 1000 оборотов двигатель значит и он крутится 1000 оборотов соответственно производительность больше ротор постоянно весь в масле износа меньше вот эта конструкция более надежно что нужно будет для замены вот этого месяца соответственно насос от двухлитрового от к д мотора шестерня нижняя от к д мотора натяжитель остается на цепь насоса остается родной конечно цепь насоса сама берется от к д ну и в принципе это все к я родное то есть нам поставить нужны будут болты на масляный насос и и болт один чтобы заглушить канал масляный устанавливаем на цепи меток нет эта цепь насоса здесь без разницы как она стоит насос прикрутили устанавливаем комплект ну ты житель остается родной конечно и то есть на к здесь стоит пружинка, просто подтягивает цепочку, а на каешках у них сделан гидронатяжитель, поэтому он остается родной. Пружинку отсюда снимаете, убираете, и планка вот эта тоже от КД. Вот как-то так. И теперь еще один важный момент. От старого насоса у нас остается здесь масляный канал. Соответственно, просто вот так болтом его глушим, никаких потерь давления, ничего не будет. Еще одна особенность при переводе с КЕ на КД, это поддон двигателя. Он нужен тоже от КД, но есть небольшой нюанс. Датчик уровня масла, у них КЕ и КД, вот эти постели, к чему насос прикручивается, они разные. Здесь выступы разные. Соответственно, тот поддон прямо новый, он не подойдет. Что же делаем мы? С нового поддона вырезаем пеногаситель и, соответственно, он варивается в старый ваш поддон. Также особенность при переделке вот этого поддона будет в том заключаться, что в этот мотор теперь будет больше заливаться масло. То есть, если раньше это было, грубо говоря, 4-5 литров, сейчас сюда будет заливаться 7 литров масла. Учитывайте вот это при замене масла, ну и при переводе на КД. В общем, такие небольшие конструктивные изменения могут продлить жизнь вашему двигателю. Стоит это не столь дорого, чем капитальный ремонт двигателя. Вроде как бы, казалось бы, небольшая особенность, вот насос и насос, а жизнь продлевает двигатель. Полную разборку, сборку, дефектовки и прочее двигателя можете посмотреть у нас на канале. Видео по доработке этого мотора подошло к концу. Приезжайте к нам, будем радоваться видеть на тёплом стане у нас в МЗАПе. Всем пока!